Здравствуйте! Спасибо очередной раз, что нашли время и заехали к нам в студию. Давайте пообсудим то, что сейчас происходит в мире, вокруг России, вокруг выполнения так называемых Минских соглашений, которые были достигнуты при участии лидеров так называемой «Нормандской четверки». На ваш взгляд, насколько эти Минские соглашения сейчас выполняются прежде всего Киевом? Минские соглашения находятся в самой активной фазе и мы стали свидетелями того, что все тяжелые вооружения со стороны ДНР и ЛНР отведены на соответствующие протоколу дистанции и переведены в места постоянной дислокации. То, что касается вооруженных сил Украины, то нельзя сказать о том, что ОБСЕ уже зафиксировало окончательный отвод этих вооружений. Наоборот, в последнее время участились провокации, связанные с обстрелами Донецкого аэропорта, самого Донецка. И на ту территорию, откуда ведется стрельба, миссию ОБСЕ просто не пускают. И это вызывает большое удивление, поскольку так договаривались, что наблюдатели от ОБСЕ могут заезжать в любую зону как буферного плана, так и от линии отвода на 160 километров. Но если идет стрельба из тяжелого оружия, это 30 километров, не более того. А то, что касается ракетных систем, в первую очередь град Смерч, то это 50-60 километров. И ОБСЕ не может войти в эти районы. Поэтому нас вызывает удивление, как можно в официальном Киеве сегодня говорить о будущих выборах на территории ДНР и ЛНР, если не выполнил первый, самый важный этап отвод тяжелых вооружений. И только после этого можно говорить о конституционной реформе, о законодательствах по выборам уже приданному официальному статусу особой зоны ДНР и ЛНР. И только после этого 11-м пунктом идет перекрытие границ между Украиной и Российской Федерацией. А в настоящее время официальный Киев пытается перевернуть все с ног на голову и говорить о закрытии границ, не решив ни одного, даже первого вопроса, связанного с отводом тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Игорь Иванович, меня вот в этой ситуации удивляет вот что. На самом деле сводки с фронта, что называется, стали в последнее время гораздо тише. Нет дебальцевского котла, нет постоянных противодействий армии ДНР и ЛНР и армии Украины. США, как-то помню, заявляли о том, что они готовы смягчить санкции в отношении Российской Федерации, если минские соглашения начнут выполняться и ситуация на Украине застабилизируется. Ситуация стабилизируется, но в то же время, вот на прошлой неделе, в четверг США вновь расширяют санкции в отношении России, вводят их в действие. Пресловутая политика двойных стандартов продолжает существовать. Я бы уточнил, что до начала минских переговоров наши партнеры из Евросоюза говорили о том, что никакой больше волны санкций и давления на Россию не будет, если будут заключены минские соглашения. И вот как только мы договорились в Минске о всех 12 пунктах этого соглашения и фактически представители подписали минские соглашения, на следующий же день были объявлены новые санкции со стороны Евросоюза и США. А два дня назад американцы еще ввели дополнительные санкции. Поэтому для нас совершенно очевидно, сколько бы мы не шли навстречу Евросоюзу и США, в любом случае противостояние будет только усиливаться. Нам нужно быть к этому готовым. Поэтому нужно определить приоритеты. Приоритет первый – это прекращение огня с обеих сторон. ЛНР и ДНР прекратили. Вооруженные силы Украины продолжают обстрелы. И вот дальше двигаться нельзя по плану приоритетных мероприятий, минских соглашений, пока не будет выполнен со стороны Украины пункт номер один – отвод тяжелого вооружения. И поэтому, когда мы слышим из уст Кэмерона из Англии о том, что необходимо поставить оружие, бронемашины, а от Соединенных Штатов Америки, в том числе и летальные вооружения, то это у нас вызывает просто удивление и возмущение тем, что минские соглашения для вот этих двух стран неприоритетные. Это означает, что и Соединенные Штаты Америки, и всегда поддерживающие их Англия будут продолжать нагнетать обстановку на Украине. Это означает, что им выгоден этот конфликт, именно военный конфликт, для укрепления своих позиций, для усиления НАТО на восточных рубежах. И, я думаю, для того, чтобы разместить там в полном объеме командно-штабные центры в шести странах, и при этом их усилить силами быстрого развертывания. Вот что мы сегодня предполагаем. Тем не менее, в Европе не все так однозначно против российских, что называется, по российским санкциям. И, в общем-то, европейцы признают, что дальнейшая санкционная активность стран Евросоюза в отношении России практически невозможна из-за того, что нет в этом понимании консенсуса. Ряд стран Кипра, Италия выступают категорически против. Все-таки, значит ли это, что мы можем, пусть не сейчас, но в скором времени рассчитывать на более адекватную оценку происходящего со стороны Евросоюза? Я думаю, что да. У нас идет достаточно плодотворный, конструктивный переговорный процесс в двустороннем формате с Германией, с Францией, с Италией, безусловно, с Грецией, с Кипром. И это вообще успех на южноевропейском направлении. И поэтому мы считаем, что мы можем перевернуть ситуацию, если не будут жестко выступать американцы с антирусской позиции. В этой связи, я думаю, что выход один – продолжать переговорный процесс по всем направлениям, как в двустороннем, так и в многостороннем формате. А на азиатском векторе нам необходимо продолжать ту работу, которую мы ведем вместе с Китаем, Индией, в рамках BRICS, наращивать золотовалютный потенциал и готовиться к смене мировой валюты. Понимая, что это стратегическая задача, которой панически боятся американцы. Нам нужно в стране делать все возможное, чтобы выполнять социальные обязательства, платить пенсии, зарплаты, социальные пособия и реформировать экономику под свои национальные интересы. А это означает, мы должны сами себя кормить. То, что ситуация, которая была создана в 90-е годы, нарушившая практически продовольственную безопасность страны, необходимо исправить – это вопрос приоритета номер один. И мы должны субсидировать сельское хозяйство, мы должны в обязательном порядке проводить реформу выхода на свою собственную переработку сельскохозяйственной продукции и одновременно с этим работать по основным направлениям промышленности. Промышленности тяжелые, в первую очередь, промышленности станка, строение электронной базы. Мы должны все это формировать и не зависеть от иностранных поставщиков. Вот что важно для создания серьезной оборонной инициативы, ту, о которой сказал президент. Благодарю вас, Игорь Николаевич. Паралит информация из, что называется, первых уст, член Совета Федерации, Игорь Морозов в программе «Подробности». До встречи в эфире.